Здравствуйте, уважаемые друзья! С последними новостями одесского спорта в эфир выходит очередной выпуск еженедельного обозрения о спорт. Сегодня в программе. А в Южненском спорткомплексе «Олимп» и «ФСК Химик» завершились шестые по счету всеукраинские игры ветеранов баскетбола. На этой неделе прошли первые матчи стадии 1-16 финала Кубка Украины по футболу среди аматоров. Футбольный клуб «Риалфарма» теряет очки в домашнем матче чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги. А теперь об этих событиях мы расскажем вам более подробно. С вами еженедельный Коспорт. В Южненском дворце спорта «Олимп» и физкультурно-спортивном комплексе «Химик» завершились шестые всеукраинские игры ветеранов баскетбола. В течение пяти дней на игровой паркет баскетбольных площадок вышли соискатели наград в трех мужских возрастных категориях – 40+, 45+, и 65+. Эти соревнования посвящены памяти нашего руководителя спорта бывшего Михаила Макарыча Баки. Так как этот человек много сделал для организации и внедрения нашего ветеранского движения не только по баскетболу, а в спортивную жизнь Украины и всего мира. Победу в самой младшей возрастной категории ветеранов КАМУ за 40 лет отпраздновала команда города Киева, которая в борьбе за чемпионство обошла будущего серебряного призера турнира сборную Донецкой области, составленную на базе мариупольских баскетболистов, и бронзового медалиста всеукраинских игр команду Днепропетровщины. В дружеской, нормальной обстановке. Это рабочие моменты какие-то были, потому что когда люди выходят на площадку, это эмоции, это игра, они бывает их переплескают, но мы старались, так сказать, вернуть эти моменты в нормальное русло. После игры вообще никаких вопросов не было. Возрастной категории 45+, судьба первого места всеукраинских игр ветеранов спорта, решалась в очной встрече представителей Киевской и Одесской областей. Поединок с участием бывших украинских звезд первой величины завершился трудной победой столичных мастеров оранжевого мяча со счетом 56-51. Номинальные хозяева игр Одесситы финишировали вторыми, а замкнула педестал почета сборная Харьковской области. Я первый раз в принципе на ветеранском турнире, не думал, что так все будет напряженно, и хотя люди уже возрастные, но такая борьба, как говорят, молодые воды. И выигрыш получился за счет того, что все-таки, может быть, мы физически немножко сильнее были, может быть, удачнее попали, но команда Одессы серьезный соперник, у них опытные игроки, они очень хорошо сыграли, просто удача была на нашей стороне. Счет противостояния Одессы и Киева ведет еще свой отчет из далеких 60-х годов, когда начали проводиться соревнования. Поэтому то, что я застал, значит, где-то счет приблизительно равный. У нас победы, поражения. Сегодня в силу объективных и субъективных причин мы были немножко слабее, все видели эту игру, мы старались, но Киев немножко был чуть-чуть, как называется, на пол кроссовка сильнее. Поэтому будем тренироваться, будем стараться, и на следующий год, естественно, постараемся взять реванш. Наконец, среди оксакалов украинского баскетбола, кому за 65 не оказалось равных сборной Одесской области, которая выиграла на турнире все свои матчи. У ветеранов Николаевского баскетбола – серебро, у сборной Днепропетровской области – почетная бронза. Соревнования прошли на очень высоком организационном уровне. Соревнования, которые проходят в мире и в Европе, я думаю, и мы в проведении этих соревнований можем сравнить с тем уровнем, потому что у нас были прекрасные две базы, у нас были прекрасные условия для размещения, у нас были прекрасные судьи, у нас было море, у нас была погода, и у нас был тот столик секретарский, к которому не было никаких вопросов ни в одной игре. И запорука всех побед команд – это их спокойное расположение, рядом со спортивными базами, это восстановление, это море, питание. И поэтому соревнования могут проходить только тогда, когда есть вот такие прекрасные условия, большой, рядом все, уютный городок. И это благодаря тому, что президент Федерации баскетбола Одесской области дал добро Валерию Степановичу на проведение этих соревнований. Заранее с ним было обговорено этот вопрос, и Алексей Анатольевич Диберт, который продолжил, и Иванова, Инна Андреевна, и все те, кто живет в этом городе, они какой-то своей частью помогли для высокого уровня этих соревнований. В заключение добавим, что проведение шестых всеукраинских игр ветеранов баскетбола стало возможным благодаря поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также Ассоциации ветеранов баскетбола нашей страны. В среду, 12 августа, прошли первые поединки 1-16 финала Кубка Украины по футболу среди аматоров. Борьбу за этот трофей повели 32 лучших любительских коллектива нашей страны, в том числе и два представителя Одесского региона, футбольные клубы «Балканы» и «Жемчужина». Команда Андрея Пархоменко в этот день гостила в Каховке у местного клуба «Авангард», с которым уже дважды в нынешнем сезоне пересекалась на стадии предварительного группового этапа аматорского чемпионата Украины. Гости из села Заря Саратского района в этом противостоянии считались выраженным фаворитом, однако разницу в классе встречавшихся команд компенсировало неудовлетворительное состояние газона Каховского стадиона «Авангард». Практически весь первый тайм у одесской команды ушел на адаптацию к непривычным для себя условиям игры, в то время как каховские футболисты успели в первые 45-ти минутки провести на ворота «Балкан» ряд опасных атак в своем исполнении. Только на исходе третьей компенсированной к первой половине матча «Минуте» подопечным Андрея Пархоменко удалось нанести первый прицельный удар по воротам «Авангарда», и он оказался для хозяев поля роковым. Взятием ворот соперника в составе одесской команды отметился Сергей Урсуленко. Второй тайм этого матча прошел уже при полном контроле футболистов «Балкан», которые еще как минимум однажды имели шанс развить свой успех. Однако капитан нашей команды Александр Райчев не сумел реализовать выход один на один. Впрочем, для положительного исхода первого матча «Балкан» нам хватило и минимальной победы со счетом 1-0. Другой наш клуб «Одесская жемчужина» в этот день встречалась на выезде с ФК «Врадиевка» и минимально уступила представителю Николаевской области 0-1. В первом тайме был незабитый гол, я бы сказал, такой процентов на 90. Просто во втором тайме 100% гол надо было забивать нашему левому полузащитнику Диме. Ну, как бы не пошел. По футбольному просто не пошел гол. По игре команда хорошая. С «Балканами» сыграть, даже проиграть 1-0, если выиграть 1-1, это для нас пока как молодой команде. Для нас, по большому счету, как бы не за счастье. Ну, будем надеяться, что у вас выступим немножко лучше. Хотелось бы пройти дальше. Ну, а там как будет, так будет. Мы, естественно, готовимся к Днепру. И мы строим определенные технические схемы. И ставим определенные задачи, которые мы хотим использовать из Днепра. Конечно, учитывая, во-первых, и качество поля. В тот футбол, в котором мы играем, нам не хватало немножко все-таки ширины и хорошего поля под контроль. То, что мы не упрощали игру, и была немножко сложность. Пока приспосабливались, игра, я считаю, была, особенно в первом тайме, очень равная. Мы организованно, в принципе, оборонялись. Соперника был железный момент. У нас тоже пару эпизодов таких глухеньких, но мы забили, ушли в раздевалку с хорошим настроением. Соперник, во-первых, уже не тот, который был до этого. Однозначно они усилились и организованно пытаются играть. Есть неплохие молодые техничные, плюс опытные футболисты. Такая очень понравилась мне команда. И в втором тайме, конечно, мы уже почувствовали игру, даже это поле. И я считаю, что мы доминировали. У нас было достаточно много моментов и предпосылок. Очень хорошие были уже атаки, контратаки. Мы не садились глубоко назад, даже учитывая, что у нас много сломались два центральных защитника. Ребята вышли, очень здорово сработали. Я же говорю, были хорошие эпизоды. Но и соперник имел один стопроцентный момент с нашей ошибки. Хотя зацепились здорово не за мяч и простили нас. А так, думаю, что учитывая все обстоятельства, мы сыграли достаточно неплохо. Ответный поединок стадии 1-16 финала Кубка Украины среди аматоров «Балканы» и «Авангард» проведут в среду, 26 августа, на Зарянском стадионе имени Бориса Тропонца. Тем временем, в субботу, 22 числа, наш клуб ждет исторический матч против финалиста Лиги Европы. А в рамках 1-16 финала Кубка Украины среди профессионалов дерзкий дебютант этого турнира, футбольный клуб «Балканы», примет Днепропетровский Днепр. Начало матча на стадионе имени Бориса Тропонца в 14.00. В минувший уикенд участники 2-й отечественной футбольной лиги провели встречи 3-го тура чемпионата Украины. На одесском стадионе «Иван» футбольный клуб «Риалфарма» встречался с Белоцерковским арсеналом Киевщина. Четный поединок обе команды начали в спокойном темпе. Достаточно сказать, что первый удар в сторону ворот соперники нанесли только на исходе 20-й минуты, когда не точно провел Александр Степанишин, а через несколько минут и Максим Вдовиченко. Достойный ответ футболистов из Белой церкви последовал на 31-й минуте, когда гостям удалось поймать одесситов на неудачном розыгрыше стандартного положения, вследствие которого на рандеву с Евгением Ширяемом вышел Артем Пилипенко и очную дуэль вратарю «Риалфарма» вчистую проиграл. Второй тайм хозяева поля провели на порядок активней, создав с десяток предпосылок для взятия ворот арсенала Киевщина. На ударные позиции в составе фармацевтов неоднократно выходили Степанишин, Малыш, Дубина, Шестаков, Георгиев и Алиев. Но ворота гостей для игроков одесской команды были словно заколдованными. Доходило до того, что удары по воротам белосерковских футболистов наносились практически из вратарской площадки, но мяч упорно отказывался пересекать заветную линию ворот. Нельзя не отметить и уверенные действия на последнем рубеже команды гостей и голкипера Игоря Филипенко, благодаря которому его арсенал Киевщина выстоял и, сыграв в ничью 0-0, увез из Одессы важное турнирное очко. Сегодня мы, в общем, не выиграли, но у меня впечатление от игры намного лучше. В общем, и в игровом плане это пока наша лучшая игра в этом сезоне. Я думаю, что мы какие-то шаги делали за эти недели, что-то не получается у нас еще. Но сегодня, в общем, мы играли, я могу сказать, что мы играли и переиграли соперника. Не хватило одного, да, самого главного в футболе голов. Вы продолжаете экспериментировать с составом еду, футболистами по позициям? Чем это вызвано? Да, я ищу наилучшие сочетания. Я бы не назвал это экспериментом в чистом виде, потому что мы же не меняем их амплуа в корне, просто меняем небольшие функции, задания. Ищу способы в наилучшем виде раскрытия их способностей. Команда подписала контракт с Антоном Хромых, когда мы смеем увидеть этого опытного футболиста на футбольном поле. Я бы с удовольствием и сегодня его использовал, но трансферы такое дело, что время надо. Но мы рассчитываем до следующей игры, что трансфер придет и он уже будет играть. После матча вы футболистов поблагодарили или все-таки, скажем так, какие-то претензии со стороны высказали? Нет, я не высказывал претензии, я их подбодрил, поблагодарил за игру. И, в общем, я сказал, что только при хорошей игре мы можем побеждать. Сегодня мы могли бы выиграть. Но я же говорю еще раз, вот этой самой концовки не хватает. Галеодора, как ни прискорбно, признать, но нам только его остается воспитать в своих рядах. На победу играют всегда команды, поэтому я не скажу, что мы приехали или Одесса нас принимала, чтобы победить. Результат такой, как получился, такой и получился. У нас многое не получилось, мы только начинаем строить команду. Изменения у нас, два молодых игрока сегодня играли. Остали неплохое впечатление, скажем так, осадок все равно от игры остался, потому что качество оставляет желать все-таки лучшего. Мы стремимся к тому, чтобы не просто ничья была и победа, а чтобы это было заслужено и интересно для зрителя. Со стороны показалось, что лучшим игроком матча сегодня был ваш голкипер. Согласны ли я с этим или все-таки вы делите всю команду? Мне кажется, конечно, вся команда заслужила, чтобы, скажем, завоевать этот результат, потому что были как моменты и затраченные много усилий, как впереди, так и взаим, потому что оборона начинается все-таки впереди. Я ребят предупредил и сказал, что ничьи – это для нас то же самое, что поражение. Ну, соответственно, говорю, если будем играть в ничью, то, конечно, если с основными противниками, на их поле – это да. На нашем поле – это ничья бесплатно. Игроки хотели, они отдали все силы. Ну, тут необходимо еще мастерство, тут необходимо еще быть точным в завершении, уметь хладнокровно реализовать этот эпизод. К сожалению, у нас сегодня это не получилось. По игре претензий нету. Установку выполнили. Ну, да, были элементарный технический брак тренера, но решения принимались правильные. Где-то исполнение подводило, но нет людей, которые, игроков, которые не ошибаются. Ну, вы же видите, мы были недовольны игрой, довольны результатом. Сейчас мы довольны, скажем так, игрой, но это все перекрывает недовольство результатом. В отличие от белоцерковских канониров, одесские фармацевты два очка потеряли, нежели одно приобрели. В турнирном плане подопечные Владислава Зубкова, набрав после трех проведенных встреч 4 очка, опустились на седьмую позицию. В следующем, четвертом по счету туре чемпионата Украины, Реал Фарма сыграет в новой каховке против местной энергии. Игра пройдет в субботу, 15 августа.